Самое высокое здание, наверное, 8-9 этажей. Эмират этот выглядит сейчас, как выглядел Дубай 50 лет назад. Мы с вами находимся в провинции Объединенных Арабских Эмиратов. Добрый день, меня зовут Юлия, 18 последних лет я живу в Объединенных Арабских Эмиратов. С правой страны мы проезжаем с вами городскую свалку. Еще только-только они начинают строить заводы по переработке, как-то пытаются приучить людей сортировать мусор. Сегодня я постараюсь показать вам Эмираты такими, какими вы еще их не видели. Попала я сюда благодаря своему мужу. Он у меня был авиационным инженером. Ну и, соответственно, привез меня и младшего сына. Для меня уже Объединенные Арабские Эмираты являются страной, где мне более комфортно, чем в каких-то других странах, даже в России. Приехала я тогда в абсолютно мусульманскую страну. Страшно было выходить даже без рубашки накинутой, никаких шорт, коротких юбок, то есть могли даже бросить камень. 18 лет назад я приехала в такую страну. Не было бурж-халифы, не было каких-то небоскребов. Прекрасно помню территорию в Дубай-Марины, когда там ничего не было. Стояло два отеля Шератон и Хилтон. Все, больше вообще ничего не было. Вообще, то есть просто песок. Это здесь, после петрола, много времени назад, они были дайвингом на пелли. Шаржи. Я еще застала рыбацкую деревню. В течение месяцев восьми она еще существовала. Глинобитные домики, которые сделаны были из пальмовых веток и песка практически, где жили старики, просто глубокие старики, которые еще ловили рыбу. То есть они уходили в море на лодочках, забрасывали сеть и возвращались, этот улов продавали на рынке. Вот район тоже, который мы сейчас едем, вот видите, вот эти дома тоже построены были примерно лет 40 назад. Одни из первых многоэтажных домов, скажем так, район. До постройки торговых центров, вот именно здесь и в районе Дейра, Насар-сквер, именно в этих маленьких магазинчиках, в принципе все и покупалось. Здесь были и продукты, и электроника, и посуда. Мы, правда, не сюда ездили, мы ездили с семьей на Насар-сквер. Цены, конечно, очень сильно изменились. Шаржи, однокомнатную, двухкомнатную квартиру снимали, допустим, там 11-12 тысяч дирхам, то сейчас эта же квартира будет стоить в районе 30-35 тысяч. Дирхам к доллару идет 3,65. Этот курс тоже не меняется, уже лет 20, наверное. Коммунальные платежи летом, конечно же, тоже очень затратны, потому что, это кондиционеры, как вы понимаете, климат. Где-то 300 долларов в месяц летом коммунальные платежи. Вы уже, наверное, столкнулись с тем, что бесплатных звонков нет никаких, международных, да, то есть ни ватсап, ни каких-то других звонков бесплатных вы в этой стране. Только через VPN, и то не всегда. Стоимость бензина меняется первого числа каждого месяца, во-первых. Во-вторых, он везде одинаковый по цене. То есть 95-й на всех заправках будет одинаковая цена. А сейчас литр 95-го, по-моему, два дирхама 44 филса стоит. Самообслуживание нету. Пытались ввести вот как раз на одноке самообслуживание, но оно не пошло. Поэтому здесь из машины ты не выходишь, никуда не ходишь, не платишь. Все делают вот люди, работники этих станций. Принято считать, что именно развитие, толчок развития объединенных Абрамским Эмиратам, да, ну, добыча нефти. Но здесь нюанс в том, что всю нефть добывают Абу-Даби. Дубай, Шаржа добывают прям совсем мизер. И Рассельхайма на островах тоже мизер добывают. Все остальные Эмираты — это Аджман, Умальковейн, Фуджейра — вообще не добывают ничего. То есть у них нету полезных ископаемых. Они живут на то, что они сами сумели заработать и на дотации с федерального центра Абу-Даби. Будем проезжать вот с правой стороны Аджманский долгострой этот район. Очень давно уже, больше десяти лет назад. В Дубае, конечно, тоже подобные есть долгострой, и в Шарже есть долгострой и такие. Но в Дубае как-то это все решается. Все равно рано или поздно достраивается. Тем больше я живу в Шарже и побывая в Дубае, тем больше я вижу разрыв вот этот вот между традиционными объемными Эмиратами, которыми представляет Шаржа, и вот Дубаем — таким вот мегаполисом международным. В Шарже даже во многих государственных учреждениях не говорят на английском языке. Более строгие правила в одежде к женщинам, запрет алкоголя абсолютный, там, мясо свинины, живой музыки, шишек. Это не говорит, что это плохо или это отсталый Эмират, это просто другая культура, другой уровень жизни местных жителей и тех, кто там проживает. Дубай — единственный Эмират еще, кстати, который активно развивает общественный транспорт. Метро есть только в Дубае. Две ветки на данный момент — красная и зеленая. Например, Эмират Рассельхайма тоже старается развивать туризм, строит пятизвездочные отели, какие-то увеселительные заведения, нету никаких запретов, минимальные запреты, то есть привлекает людей именно этим. Местные жители все живут исключительно в собственных домах, то есть они не живут в квартирах. У меня есть знакомые местные жители, которые снимают или покупают квартиры где-то на Пальме, на Дубай-Марине. Молодежь такая, знаете, тусовочная, особенно дубайская. Но когда они создают семьи, они стараются уже построить свой дом. Есть очень большая государственная программа «Фонд Шейфа Зайда» — это постройка домов для местных жителей, которые выдаются молодым семьям бесплатно. Пособия всевозможные на детей, студенческие — все это идет из федерального уровня, федерального бюджета, поэтому примерно одинаковый уровень идет. А приезжие уже выбирают сами. Конечно же, чем дальше от Дубая, тем ниже цены на жилье. Едем мы с вами в «Мотор Сити», «Спорт Сити», это вот как раз сейчас на горизонте у нас эти районы открываются. Спальники здесь тоже есть в классическом понимании, то есть просто стоит куча домов многоэтажных, там 20-30 этажных, и все, и люди в них живут, я их называю «человейники». И это тоже спальный район, потому что здесь люди именно живут, здесь люди не работают, здесь нет офисных зданий. В основном здесь живет средний класс, скажем так, у кого зарплаты ну минимум должны быть 10-15 тысяч дирхам в месяц. Это абсолютно спальный район, тренажерные залы здесь есть, бассейн, беговые дорожки всевозможные. Такой немножечко европейский мирок внутри объединенных Арабских Эмиратов. Примерно 10 лет назад, может быть 11, может быть 9, плюс-минус, здесь была абсолютная пустыня, просто вообще ничего не было. Ну вообще по меркам Дубая это нормально, то есть по меркам Дубая, когда ты проезжаешь пустыню, через два года видишь город. Далеко ходить не надо, был построен городок Экспо-2020. До 2005 года только арендовать можно было. Сейчас огромное количество недвижимости в Дубае, включая этот район, квартиры покупаются в собственность. Например, в Дубае есть отдельная уже такая фризона, где иностранные граждане, которые приобрели недвижимость, могут составить завещание по законам своей страны. То есть не согласно шариатскому суду свою недвижимость на территории объединенных Арабских Эмиратов, а согласно законодательству своей страны. Нет, они не забирали собственность, но у них делится все по-другому. Согласно шариатскому закону наследуют только мужчины. Вот если их нет в живых, то уже тогда начинается дележ уже между женами, с дочками и тому подобное. Ух, жарко, жарко. Вся жизнь страны соответствует исламскому праву шариатскому. То есть там прописано все. Как нужно молиться, как нужно жениться, как нужно воспитывать детей, как нужно вообще жить. Плетьми секут, и это наказание, в принципе, осталось еще. Вообще идет через повешение смертная казнь. Последнее, что я слышала, это казнили женщину за убийство двух иностранцев. Очень строгие законы, которые, в общем-то, все выполняют. Не дай Бог вам предложить какую-то взятку кому-то, полицейскому, служащему, клерку какому-то или еще что-то. Это будет большой скандал, и накажут тебя в первую очередь. Штраф за превышение скорости минимально 600 дирхам, то есть практически 150 домов. Наверное, безопасность на этом основывается в этой стране. Спокойно себя чувствуешь, там, с незакрытой квартирой, с незакрытой машиной. У меня были знакомые, которые сидели в местных тюрьмах. Ну, в принципе, говорят, что нормальные комфортные условия, обычные такие. То есть койко-место, туалеты, душевые, место для моления обязательно. Курить, напитки какие-то, там, вода, соки, какую-то пищу дополнительную. Это все можно купить в местных, в тюремных магазинах. Кстати, вот насколько я слышала, что в тюрьме, если ты принимаешь ислам, то это очень большие такие могут быть поблажки. Любой человек может принять ислам абсолютно. Но вот я за столько лет жизни здесь не очень прониклась исламом, если честно. Ничего плохого я, конечно же, не хочу сказать об этой религии. Она ничем не лучше и не хуже других. Но я не могу себе назвать, что я правоверная какая-то христианка. Нет, я обычный человек. Я хожу в церковь, когда мне душа просит. Ну, например, в полицию и в армию вас просто не возьмут, если вы не приняли ислам, если вы не мусульманин. Сейчас мы с вами будем проезжать дворец правящего шейха у Малькувейна. Как и все шейхские дворцы, снимать нельзя это все, то есть подходить. Поэтому все издалека только. Вот в той стороне, где дворец, это побережье залива Малькувейна. Так как в Малькувейне Персидский залив, он такой не очень хороший. Самый небольшой по территории, небольшой по населению. Такой немножко слегка деревенский, провинциальный. Очень тихий, спокойный Эмират с большим количеством местных жителей, если выбирать по соотношению местных жителей и приезжие. Если посмотреть налево-направо, в принципе, можно увидеть, что самое высокое здание, наверное, 8-9 этажей. Эмират этот выглядит сейчас, как выглядел Дубай 50 лет назад. Вот таким вот образом, такие дороги, такое расположение. То есть улица одна центральная, практически дома невысокие. С правой стороны дома жителей, как они выглядят, если мы сравним с дубайскими. Просто это провинция. Как и в любой стране мира, есть столичные города и есть провинция. Вот в данный момент мы с вами находимся в провинции Объединенных Арабских Эмиратов, которая живет своей жизнью тихой, размеренной, не смотрит по сторонам, никому не завидует. Местные жители работают, конечно же. Получают высшее образование почти все. В своей стране выезжают за рубеж. Это и Англия, и Франция, и Соединенные Штаты Америки. Работают они, конечно же, в основном в государственных учреждениях. Столкнуться, например, вы можете на таможне. Паспортный контроль – это обязательно местные жители. Суды, полиция, муниципалитеты, министерства всевозможные. Врачи, учителя тоже есть, местные жители. В местных жителей есть работники банков. У них даже существует безработица, и даже есть способие по безработице. Существуют пенсии в этой стране. С 65 лет мужчины уходят на пенсию. Местные жители служат в армии. Каждый год у них сборы. Год молодой человек должен отслужить. Официальная перепись последняя была в 2005 году. Аж примерно 10 миллионов человек проживает в Америке. Из них только 11-13% местных жителей. Самая большая диаспора – это, конечно же, Пакистан, Индия, Бангладеш. Их здесь, наверное, я так думаю, в районе 6 миллионов общей сложности. Большое количество – Марокко, Алжир, Ливан, Сирия. Въезжаем в район. Стрельная зона города Шаржа, где большое количество мастерских всевозможных. Практически 100% водителей в этой стране – это выходцы из Пакистана. Это грузовики, автобусы, такси, индусы. В основном, это, конечно же, торговля, обменные пункты. Бангладеш – это, конечно же, самые низкооплачиваемые. Это уборщики улиц, это строители прям самой-самой низкой квалификации. Славяне и вообще выходцы из бывшего Советского Союза в основном работают продавцами в магазинах, в торговых центрах, русскоговорящих очень много врачей. Ну и, конечно, в частных клиниках. Конечно же, это отели, это хостесы. Менеджмент на всевозможных уровнях – это страна не для расслабления. Те, кто приехал сюда работать, и у него есть желание заработать денег, они в основном приходят переночевать. У меня муж первые несколько лет вообще без выходных работал. То есть, в принципе, без выходных. То есть, их не было. То есть, 7 дней в неделю, по 9 часов в день, на 50-ти градусной жаре. Это он инженер. В некоторых странах люди стоят по 10 лет в очереди. Например, в Бангладеш записываются молодые люди, скажем так, агентства, которые набирают на работу. Они записываются и стоят до 10 лет в очереди. Пока до них дойдет их очередь, чтобы приехать на заработки в Саудовскую Аравию, в Бахрейнку, в Вейет, в Катар, в Америке, чтобы зарабатывать деньги. Но если мы возьмем Бангладеш, где зарплата официальная 10-15 долларов в месяц, а здесь 200 долларов. Поэтому, конечно, здесь очень боятся потерять работу. Особенно низкооплачиваемые вот эти вот люди. Мы приехали в Шаржу. Начало индустриальной зоны. Большое количество маленьких мастерских, магазинчиков, пекарен, где проживают люди, у которых недостаточно высокий, скажем так, уровень доходов. Сейчас попробуем найти кого-нибудь, с кем можно будет поговорить и разузнать об его жизни. Hello, somebody speak English? No, nobody? Здесь вот можно посмотреть, вот видите, типа общежития что-то. Как выглядят туалеты и душевые. Somebody speak English? Yes. Yes. I want to ask you any questions about your life in this country. You can? No? Okay, okay, no, no. Цензура очень сильная. Особенно это касается, конечно же, личных отношений. Вообще, private life, вот это вот, скажем так, частная жизнь здесь прямо на первом месте. То есть любой житель, в принципе, может пожаловаться, если он вдруг увидел свою фотографию где-то или еще что-то. Как здесь говорят, если что-то не то, иди в полицию. Не надо выкладывать это в Facebook или Instagram. Can I do that? Yes. Пойдемте к более лояльным. Hello. I want to speak with you. I can? You speak English? Такие настороженные все, как вы видите, боятся. What is your name? My name is Wasson. How long time you are in this country? I am around 21 years in Dubai, UAE. Даже больше, чем я. Старожил практически. So Middle East always, especially, we are Kerala people. A lot of Kerala people are here. And we will get good opportunity always, because our mostly people are here. Also, my brother was here. Your family with you? You are married? Around 13 years, everybody was with me. Then, six years back, they live from here. Actually, my business is doing printing. Only printing. Screen printing, heat transfer, and UV printing like this. It's advertising. Small business. Small shop, small business. It's going on. But... Okay, you can see and just come and see. That's not clean and everything. Okay, small shop now. How many you have money in monthly? That much anyway, minimum 5,000 to 10,000 minimum. Which salary is your worker? His salary is $2,000. Yeah, I'll provide. Actually, I give the cash additional. I have two workers. Actually, one person in Bangladesh. He is coming next week only. I try not to shine in such areas. Because, first of all, people who work here and live, do not see women here, their families. They are very tired and even afraid of women. The Arab Emirates, especially in Dubai, this is a modern Vavilon, where people from more than 100 countries speak in different languages, with different cultures. And all this is somehow alive. They changed in terms of integration in international community. They change the mentality, the shape of life, the shape of thoughts. I think even the local residents in some regions feel like tourists. For example, Dubai Marina. When you see the national clothes, they look like tourists like tourists. the если он этого захочет то здесь как бы я этого не хотела или кто-то не хотел ничего поэтому конечно это в некотором роде мыльный пузырь я жизнь здесь получается временная все на чемоданах все все время пока я здесь жила в течение 16 предыдущих лет я была на визе мужа то есть я была хазбин визе но вот к сожалению два года назад летом 2019 года мой муж умер и я сейчас в стране на рабочей визе работаю я фрилансером туристическим гидом не очень вежливые люди очень часто задают мне вопрос почему я осталась в этой стране зачем ты должна ехать домой нянчиться с внуками ну вот я решила начать с ноля не знаю я не считаю себя еще достаточном возрасте таком чтобы уже засесть за внуков то есть приехать в россию и прямо вот засесть уже за внуков за воспитание за нянчине а тем более у меня сыновья живут в двух разных городах у меня старший сын переехал в калининград и на меня зовет в россии звал в россию второй сказал что если мама хочет остаться в эмиратах то пусть она живет в эмиратах мне уже здесь реально привычнее совершенно разные люди живут в этой стране вы можете увидеть бурж халифу самое высокое здание в мире и увидеть двухэтажное здание где в каждой в каждой комнате проживает по 10-15 человек то есть абсолютно многогранная страна причем это можно все увидеть где-то в одном месте например где-то около бурж халиф и на фонтанах куда могут прийти абсолютно все приехать прийти посмотреть фонтаны рядом будут стоять миллионеры рабочие струщок настоящая жизнь этой страны разная как любой другой страны нельзя сказать что здесь все живут плохо или все живут хорошо это очень большая ошибка все живут по-разному абсолютно многокранная страна и люди которые здесь живут